Ну, сегодня у нас седьмое. Это начало беды для русских. Революция всегда огромная беда, но ни одна революция не приносила столько зла, столько злодейства, как вот у русских. Был у русских все, как Достоевский говорит. Если уверует он, говорит, неверующий, то уверует до конца неверующий, как в неверие уверит, в атеист. И не поверит, что перед ним только нуль, дырка от бублика. Во что верили-то? Где? Ничего нигде нет. И войны, революция, голодоморы по всему миру распускали эту заразу коммунизма, создали карманную себе структуру церковную. И ничего не помогло, потому что у Бога заранее назначено. И поэтому вчера один зашел и говорит на Украине, вот я выступал там за Донецк, я сразу сказал, что это неправильно. Как это? Отделять от государства какую-то область, кто-то не хочет. Они не смирились и сколько людей потеряли-то. А они хотели, русских вешать добыли. Ну, вешать, повешали сколько и перестали, все равно меньше бы повесили, чем побили-то. Побили-то сколько, дебальство, там речь идет о тысячах, 5-6 тысяч сразу. И сколько женщин находят, связанные руки, изнасилования, ничего нет. Там друг на друга говорят, этого ничего бы не было, но там же нигде нету, там где дальше, в других областях-то. Отделились, как и с Чечней было. А сегодня у нас брат уезжает. В день этот несчастья. Никакого единства, конечно, праздник не придумаешь, хотя по замыслу хороший. Уезжаешь, наказы я тебе дал, умудряйся. Ничего не делай без совета с батюшкой, ничего. И как чуть-чуть так и говорю, как лучше. Где расположить, где разгрузить, где что оставить, чтобы не утащили. Там бары приезжают, сколько раз ловили. Они питаются от потеряевки. Поэтому, пока у тебя заперто тут под замком, это не сразу откроет. Не каждый. До ночи ему не до этого. Он не знает, зачем лезть. Поэтому лишнее я не советую разгружать, если можно. А машину, чтобы рассоры не портили, рессоры, поставить, как у нас. Загрузим книгами, к домкратам и поставить на полежке какие-то, на палке-то стоит. Пеньков всегда хватит. Все. За зиму ты сюда ездишь. Зачем тебе? Надо приезжать сюда. За машиной только. Зимой ты не угонишь, пусть она стоит. Мы ее сейчас продвинули вперед в складу. А мне она не мешает. Тебе она там не нужна. Лишний раз там не надо двигаться. Это ничего не дает. Ездить в город. Зачем? Сначала посоветуйся с батюшкой. Надо будет подавать на РВП документы или нет. А надо подавать, съезди за этим. Собери там разное. Одно дело, второе, третье. Надо будет несколько раз ездить. Приехал и сразу с батюшкой. Батюшка едет и ты с ним прилепись. У тебя скотина там нет. У нас в субботу, в воскресенье побудешь. А потом отдельно выйдешь. Можешь и недельку пожить. Позволяет обстановка-то. Тебе дверь тут открыта. Но дверь просто не наволочка. Запомни. Мы стирать не можем, а вложить тебя на свое, которое я спал. Я тебе не положу. Сегодня тепло еще. Ладно, ночевал. Хорошо понял? Понял. А тут тебе о питании никогда не заботься. У нас всегда есть что есть. Потому что самое дешевое. Звонить я никому не звоню. Денег нет. И я хорошо, что не звоню. Что надоедаю. Как-то у меня компьютер что-то сломался. Ну, я сидеть не могу без дела-то. Я сразу пошел в деревню. Вижу, там не так, тут не так. Батюшка вот запил буквально. Да скорее вы скажите там Алексею, чтобы отремонтировал, чтобы он опять скрылся. Я им не даю покоя. Что, для этого тебя поставили, чтобы в карман улазить? Ну, она выпала. Ну, она не выпала, ты ее вытащила. Ты наклонялась, брала ее на полу? Нет. Вытащила из кармана? Нет. Нет, не выпала. Ты что-то взяла, она выпала. Ну, не оправдывайся. Это самое страшное дело, когда оправдывается. Самооправдание говорит, что мое я не умерло. Это криком кричит. Или так. Я-то плохой, а виноват ты. Вот этот палец-то все время направлен где-то. А я говно. И все. И написали. Кто в Германии. Ты никогда не думал, что немцы до такого додумаются. Это вроде. А как, думаю, умно сделали. Это прямо. Их, бин, шайся. Все. А до бешульдих. Все. На этом конец. А там у нас у русских, у всех такое есть. Сам дерьмо. Но виноват кто-то такой, что я такой. Виноват советская власть. Виноват Гитлер, Ленин. Никто не виноват. Ты сам. Тебе дана воля. Ты мог пострадать и умереть. А то виноваты там правители, Захарченко, там Моторолы разные. Да зачем тебе это говорить? Ты бы выехал оттуда. Давным-давно уже. Там же они их не запечатали где-то. А ты был под бомбежкой, жил. Да продал все, да уехал. Вот пример. Я думаю, когда фамилии-то давали-то, дали указания. Я не знаю, нигде не считал. Но я представляю, когда люди-то были без фамилии. Ну, первые-то получили там разные князья какие-то. Вяземские. И вот так давать. Ну, давайте так по разнообразующей. Вот его курица много. Курицын. А этот поповский сын идет. Попов. И давали. А этот малыш. А, малыш, малыш. И теперь ты выше меня роста, но все равно ты малыш. Малыш, это хорошо. Апостол Павел. Павел переводится малый. Ты на апостольской фамилии Павла. Ты даже не должен найти положительное. Я вот нашел фамилию Лапкин. Слово Лапка один раз. Паук лапками цепляется. Бывает в царских палатах. Лапками цепляется. Я через интернет, через книги зашел в концы мира и к царям. И мои книги у Путина видели. И в датской королевской библиотеке. Где-то и ка нету. Вот так. Надо просто... Нужно увидеть это. И ты нашел это. И скажи, что мне это подходит. И моя фамилия прародителям хорошая была дана. Вот так. Провожаем мы тебя сейчас. Приезжай, когда надо. Все, мы пошли. Давай, проводи машину сейчас. Заводи. Полода тебя снимет там. Заходи. Заходи. Я хотел купить УАЗ Сейчас это понятно, что обоснуется, я думаю, что Коскошин приедет, а если не приедет, то мой крест, я даю любую крест. Я с ним сейчас по пути, с ним отъедет, отъедет, остановится и тебя возьмет. Роман, немножко отъедешь и остановишься, я засниму пока. Собачка, Косик. Собачка осталась живая, ни одной нигде не видишь. Смотри на небе, тут самолеты все время летают. Вот такая полоса. Рядом у нас, здесь, вот наябрь. Шиповник настоящий. Надо пособирать его здесь. Поехал. Поехал. Поздраву Боже. Все. Поехал. 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 Поехал.